Единственное, что я помню, что около его следов я чувствовал слабый запах гнений, однако не было трупов животных поблизости. Группу полагать, что он внезапно начал распродаться и превратившийся в землю. В итоге дело было закрыто течением всего лишь три дня. Без всяких было бы ни без каких бы то не было улик, мы не могли сказать ничего, кроме того, что он решил убежать из деревни. Однако, несмотря на то, что официально больше ничего было делать, нечего то есть было делать, я не мог спать спокойно. Размышления о том, размышления о том, что мы могли с ним произойти отгоняли мой сон. В уме я продымывал все виды герои, такие как, что может быть все это был план, разрабатанный Мэтью. Но в итоге все они оказались невозможными. Я решил расследовать тщательно по этому случаю. Я выискивал в городе похожие истории ко всему, и землиную обнаружил еще четыре. Все молодые люди. История была всегда одинаковая. Они заходили в лес в одиночку и исчезли без следа. То есть заходили в лес в одиночку и исчезли без следа. Еще более лепопытно было то, что все они исчезли один за тот же день, 31 октября. Но есть еще кое-что. Деталь, которая полностью уничтожая возможности какая-то, что-то какой-то убийца или похититель стоит за этим. И это промежутка между годами. Роджет Бекон. Исчез в 1924 год. Мэтчер Смит. Исчез в 1867 году. Ух-ли ни херася. Джейсон Бекон. Исчез в 1867 году. Ух-ли ни хера себе. Вот это да. Вот это да. Исчез в 1867 году. Ух-ли ни хера себе. Вот это да. Вот это я сейчас, секундочку, ребят. Сейчас, сейчас. Смотрите, у нас вот так получается. 31-го числа, 31-го декабря. Я сейчас посчитаю по математике. Смотрите. Самый высокий же 1900, это в наше время уже было. Ну, тогда-то, да? Смотрите. Сейчас мы посчитаем вот так. Смотрите. Проведем, как исчезли. Вот здесь. Бекон. Смотрите. Бекон. Смотрите. Бекон. Смотрите. И таймвор. Это, я думаю, что это их фамилия. Такие я через фамилию так говорю. всего четыре человека исчезли значит получается 1813 год минус 1707 год он исчез гром на 106 лет 106 лет это я имею ввиду про блэка блэка и исчезла после 106 лет исчез после тайлора а вот тысяча восемьсот восемьсот шестьдесят седьмой год минус 1813 год смит исчез на пятьдесят четыре четыре года назад и последний 1924 минус 1867 а вот бэкон исчез 57 год все все четыре исчезли на один тот же 31 октября на один тот же число день хаурина но они исчезли по разуму нескольких лет б бэкон исчезла в 1924 года это значит на 57 лет назад после смита в тысячи тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год а смит исчез 54 года 54 до 54 года назад это смит исчез после исчезнение о перед исчезнение бэка в 1813 год а вот то есть он раньше вот это вот исчез раньше а бэк исчезла в 106 лет назад тогда вперед в смысле пошел если я не ошибаюсь и это просто не могло быть мое липопытство проливом некая более углубленному исследования по глубокое исследование я думал что ответы могли быть в прошлом в этом леса прошли несколько некоторое время как пока я обнаружил что-то что оказалось простым или скуш то есть скучным лесу на самом деле скрывала великолепную историю при перед тем как называла называться дубовая чаша или лес дубов это место называлось видным лес словно видным очевидно очень похож на ведьмы принимая во внимание что это 100 старое название а язык меняется со временем это сви свидетельство а то есть свидетельство о том что это был лес ведьм но я и сказал да предположение более 400 лет назад люди в деревне вели верили что ведьмы живут в лесах к сожалению почти все эти сведения уже утратены это были устные предания без без надлежащих письменных следы следы я знаю что только что со мной смена на этой да то что со сменой религии на христианство люди перестали хорошо относиться к ведьмам и стали охотиться на них возможно впоследствии последняя перед смертью наложила проклятие на лес которое даже сейчас должен быть продолжает продолжать шестовать как бы там не было очевидно что я не могу принять что-либо подобное как ответ в итоге у меня у меня нету другого варианта кроме как согласиться что каждый из них сбежал сбежал из деревни используя предание о лесе что заставил чтобы заставить это выглядеть как что сверхъестественное интересная интересная история я не знал что такая история скрывает в этом городе гладки это сказал аксель сказал я удивление по-стоящему даже если это выдумка ей удалось прилечь мой интерес подожди есть кое-что еще сказал айфред в том же перри следствовал комментарий то есть перели листово комментарии мы прочитали что там написано по комментариям привлекло наше внимание оба из них как говорили о некоторое создание в тот момент они чувствовали ужасный страх из-за того что могли может случиться с ними в общем эти два комментария объявлены огромное сходство но они могли быть быть написано один одним человеком и есть многие другие которые отрицают их похоже что многие люди находили в лес из-за передания но не смогли ничего найти я думаю что ты читаешь это только чтобы выглядеть круче перед девчонками сказал селим в шутку афред хикает слегка смущенным от счастья да он признал это это был секрет который каждый молчал бы молча знал хорошо хорошо теперь есть есть чем заняться вечером сказал стиле в этом том же время время как его лицо переполняет по припал припопал не припопал менялась энтузиазм энтузиазм так сейчас любят секундочку то что я сейчас почитал там то есть я там то что я там почитал теперь 54 плюс 57 и плюс 106 это выходит ровно 217 лет буквально смысле произошло 31 октября за пропавших целые четыре человека сразу я это не ввиду что спросил я сырами совершенно растермина я думал мы просто убиваем время все просто давайте пойдем в этот лес ответил стилю без крыльбаний без крыльбаний то есть он казался совершенно очарован историей с ума сошел сказал эффект не верить тому что только что услышал достаточно было выгодно взглянуть на его лицо чтобы узнать что ему не нравится эта идея несмотря на все что ты узнал что ты хочешь идти конечно это будет проверка на храпости среди среди нас трое вот троих ответил стремим в полной уверенности возможно излишней ему нужно немного успокоиться только не говори что боишься я не ничего я мне не не бояться нечего мне бояться от этого аферат 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 да блин складывая в том же время руки делая наигрыванные пусть наигранную уверенность и жесть более чем очевидно что что ты боишься аферат 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 почти как же сильно как когда тебе нужно заговорить с девушкой что нас насчет тебя аксель только не говори что ты не не пойдешь внезапно спросил меня в стиль наверное глядя на меня с усмешкой не говори мне что ты хочешь быть трусилом зайчонкой в нашей компании ненавижу такой том которое он говорит не дождетесь сказал я без раздумья показал я уверенность улыбнулся и взгляд взгляд хорошо давайте не будем больше говорить берите пойду рюкзаки фонарьки какой-нибудь еду и мы пойдем в лес сказал 7 своей гони энергичным да все мы все трое сказали в унисон как будто собрались принять участие в этой типа частные вечеринки не понимаю на самом деле что мы делали делаем или что мы собираюсь искать 2 часа 13 13 минут ночи я проснулся полностью сбитый с толку не зная сколько времени прошло моя голова адский болит но я не могу укреплять ее за это к счастью боль уходит быстро как мое смятение скоро я вновь обрету свое освещение мой фонарик лежит на земле слетя прямо в пустоту я немного подрал подобрал его это была моя единственная защита от окружающая меня потом я вспоминаю что стимин и айферт были со мной стимин айферт вы меня слышите без раздумья я выкл выклевал их имена в темноте пытаясь найти их своих фонариков но нет ни следов от них они исчезли где они черт возьми и что за невезение только что случилось я действительно не понимаю ничего идиоты нам нужно было остаться дома это не доказатель своей храбости мы можем быть в опасности это точно я должен найти их два часа девятнадцать на две то есть девятнадцать минут третьего ночи прошло немного времени с тех пор как я начал искать друзей я уже немного я уже не могу остановиться оставаться то есть здесь я схожу с ума в этом лесу темнота которая накрывает его неестественное это темнота которая забила забира забирает твою ми не в меняемости заменяет его тревогой чтобы было еще хуже воздух промазуемых и холодным как зимой и отдает осеннее гненистым запахом как будто есть если бы трупы животных были спрятаны в лесу атмосфера то есть атмосфера здесь гненучая и с каждым вашим шагом делает вас все более беспокойной с тех пор как я начал искать своих друзей я чувствую как что наблюдает за мной но нет ничего я вздыхаю и мой голос полным разочарован не разор разор то есть разочарован не я просто хочу выбросать сюда я продолжаю идти решим нам всякие надежды неважно куда несмотря ненасколько я иду я ничего не нахожу я даже не слышу звука животных скорее похоже что они уже убрали или гнется 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 нет я должен успокоиться ага мы играем за акселя его второй друг это альфред а третий как его блин я забыл хе-хе-хе-хе блин третьим я забыл как там звали я только вспомнил за кого выиграем не я я читал там да сказал я себе я остановился ненадолго чтобы передохнуть я дышу глубоко но гнилистым воздухом это место не приносит мне ничего хорошего я немного начинаю кашлять будто как будто что-то заставляло меня в горле чего чего что я собираюсь сделать это поклятый лес кажется бесконечным и даже если чудом я смогу выбраться я не могу бросить стилена и альферда а стилем стив стилем точнее да 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 стим стилем и альферт его два товарища два друзей а мы играем за альферда ну то есть альдо нашего кота огневая кота ой я пропустил передачи я изменяюсь я снова вздохнул чувство я почти плачу мое разочарование разочарование возрастает но я должен стараться изо всех сил чтобы сохранить спокойствие если я и правда разочарование то несомненно присоединяюсь к списку пропавших людей в итоге я решил продолжать идти шагом за шагом я должен добраться куда-нибудь по крайней мере я был убежден что оставшим оставаться в одном том же месте не приносит мне ничего хорошего даже если это было только для того чтобы вести себя заблуждение освещая что я делаю что кто я хотел продолжать идти уверение приходит без всякие либо изменений только звук моих шагов слышится знать что как только ты остаешься ты будешь окружен мертвый тишиной хорошим стимулом продолжать идти но мои ноги уже болят внезапно я слышал хруст под ногами я ментально отступил назад и посмотрел вниз что увидел увидел что издавика этот звук аксель да аксель что это прошептал я себя удивительно вынесли выяснял что я наступил на какой-то кости животного я думаю что животного хотя не не исключая возможности что она приближит человеку но для моего аж блага я прочитаю не не думать об этом мучение 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 выражение написано у меня на лице лучше всего это не нужно продолжать внезапно мой фонарик выдохался что-то без сомнения не я указывает туда снова то что я вы только что вы не 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 что это белая кошка тот самый недавно кошка которая испугалась но на этот раз я нашел ее лежащую на земле она выглядит лишившийся чувств и изранена и так что мне следует делать ага оставить кошку или помочь помочь ей лучше всего продолжать продолжить не будя ее эта кошка опасно по ее вине я оказался в этом месте я мои друзья пропали но даже не зная что по какой то неприятной причине я не мог ничего поделать я чувствую это не даже если не естественно что это все же животное зачем я нагнулся чтобы увидеть ее поближе она без сознания и тонкая струйка крови выходит из нее рота я действительно идиот я сказал я себе в том же время и вытирая кровь и глубокого вздоха я решил при поднять ее бережу бережу не знаю что за силы в этой кошки но есть она если она может быть она может вернуть меня в моих в мой мир с ней на руках я решил что самое лучшее я смогу сделать это продолжить идти 2 часа 31 минут без 29 минут 3 5 и нахожусь в темноте в лесу ближайшие блуждая весьма бесценная двигаясь я только вперед но что-то не похоже что я туда куда-то добрался в руках я несу кошку которая спит но посыпала я посапывая голос подойди сюда ты здесь будешь в безопасности я редко остановился наверно легко было увидев невероятно на самом лице в эту секунду это голос опять просчитала я себя никем неосвышанным почти сразу после того как я нашел кошку загадочный голос появился в моем сознании это же женский голос мягкий нежный словно приближающая принцесса из сказки но я не могу доверять ему я действительно схожу с ума или это все лес в чем нет никакого смысла не знаю но мне не нравится ни один из вариантов я не знаю я не знаю не знаю Продолжение следует...